ПГУ-93 ПГУ развивается. Теперь есть не только храм. Университет обновляют. Два корпуса отремонтировали пока вложением. Снаружи и внутри все новое. Коммуникации, окна, крыши, аудитории, мебель и техника. Развивают в ПГУ и научные технологии. Так, например, у медфака есть анатомический атлас пирогов, интерактивный стол для студентов и начинающих врачей. Все наглядно. А недавно открыли центр IT-квантум, учат собирать роботов, программировать и создавать 3D-модели. Есть в университете и современный лингофонный кабинет, в обсерватории 3D-планетарий. Каждый день входят в нашу жизнь новые технологии, новые знания, новые умения, новые навыки. И для того, чтобы готовить специалистов, которые могли бы с этим работать, могли бы это создавать, могли бы это обслуживать, мы должны соответствовать. Андрей Портас – первокурсник. На какой факультет поступать, знал сразу. Я выбрал инженерный, потому что у меня вся семья занимается инженерным делом, и поэтому я пошел по стопам своего отца. У меня родители автомеханики. Сегодня первокурсников посвятили в студенты. Праздник у памятника Гарри Поттеру. Монетки в фонтан на удачу – торжественная клятва. Заботиться о сохранении и приумножении достояния нашего университета. Они начинают адаптироваться, вот как космический спутник, запущенный в космос, ориентируется на источник этого сигнала, им управляющего. Так и наши студенты, они на этих орбитах университетских, погружаясь в этот особый мир, становятся, постепенно становятся личностями. У них просыпается вот это глубокое понимание, во-первых, мира, который их окружает, а во-вторых, ответ на вопрос «Кто я такой?». Здесь, в университете, происходит это невероятное событие. Здесь происходит это андерсоновское чудо, когда вечером был это утенок, а утром уже это красивая лебедь. Такими мы выпускаем наших ребят. Пары сегодня отменили. У Гарри Поттера – песни и танцы. Праздник и в филиалах ПГУ. В Рыбнице, например, провели благотворительную акцию. Напекли пирожков и булочек. Выручка пойдет на подарки детям-сиротам. В Бендерах спортивные соревнования. Завтра на учебу.